Всем привет! Вы на канале Дети Звезд! Людмила Татарова, 47-летняя актриса, с 2008 года является заслуженной артисткой Российской Федерации. Зрители знают ее по кинокартинам «Дом», «Золотое дно», «Платина 2». Все же основная творческая деятельность у Людмилы сконцентрирована в театре. Артистку до сих пор нередко можно увидеть в театральных постановках. Актерская карьера была ее детской мечтой. И эта мечта сбылась. Молодая Люда поступила в училище. После окончания учебы она сразу начала работать в Севастопольском драматическом театре имени Луначарского, а затем в Театре Российской Армии. Личная жизнь актрисы сложилась достаточно драматично. На театральных гастролях начали завязываться романтические отношения также с представителем творческой профессии Денисом Матросовым. Их свидания вначале были тайными. Влюбленные закрывались в гастрольной комнате Людмилы. Отношения были страстными, но девушке хотелось семьи. На протяжении четырех лет они встречались. Мать Дениса, Галина Федоровна, была против отношений сына. Она и приняла актрису на совместное проживание в их квартире, однако была убеждена, что у Людмилы корыстные цели, и ей нужна только прописка. Девушка нередко уезжала навестить родителей в Севастополе. В одну из таких поездок актриса узнала, что ждет ребенка от Дениса. Как оказалось, что даже не одного, а двойню. В период беременности артистки отношения с будущим отцом начали ухудшаться. Мать Дениса постоянно внушала сыну о том, что вполне возможно, что ребенок не от него. Она убеждала его в изменах со стороны Людмилы, в то время, пока он в разъездах и на гастролях. Роды актрисы были очень тяжелыми. Врачи ставили ужасающие прогнозы и не могли гарантировать сохранение жизни не только детей, но и самой женщины. Людмила провела несколько дней в реанимации. Очнувшись, актриса узнала, что 3 апреля 1999 года она стала мамой двух замечательных мальчиков. Дома артистку и двух маленьких близнецов будто и не ждали. Постоянные подозрения со стороны Дениса в изменах и ссоры довели до того, что новоиспеченный отец поднял руку на Людмилу. Это стало последней каплей. Актриса с детьми на руках переждала некоторое время у своей тети в мытищах, а затем уехала к родителям в Севастополь. Женщина самостоятельно поднимала двоих сыновей на ноги. Только через год Денис решил поинтересоваться своей семьей. Он поставил актрисе условия, если она сделает медицинское подтверждение его отцовства, то он даже возьмет Людмилу замуж. Это было унизительно и подло. Видимо, нужно было пережить все эти тяжелые времена одиночества, отчаяния и предательства, чтобы обрести свое счастье. Она нашла мужчину, который стал не только большой поддержкой и опорой семьи, но и настоящим отцом для близнецов Владимира и Юрия. Этот мужчина Сергей Джигурда, брат Никиты Джигурды. По сей день женщина счастлива в браке.